Сегодня среди белого дня в 4 часа двое неизвестных ограбили кассу мединститута. Только вчера, 7 октября, к радости студенческих масс медицинской поросли по прибытию денег на счет института начали выдавать стипендию. За три летние месяца, июнь, июль, август, а также за октябрь, стипендия студента-медика 93 тысячи в месяц, умножить на 4 месяца, да на количество студенческих душ, еще интерны, ординаторы, аспиранты, вообще говоря, миллионов 100 получается как минимум. Вряд ли, конечно, в сейфе кассы хранилось разом столько наличных денег, тем более, что один день уже выдавали стипендию, но порядок лакомой суммы кратен 10. Обычно предприятие получает всю сумму сразу и хранит в сейфе, выдавая постепенно. Четыре в окошко кассы просунулись, два мужских бритых лица и рука с черным облизлым пистолетом. Пистолет наставили на кассиршу и деньги давая. Перепуганная женщина принялась выгружать деньги из сейфа. Рубители требовали только крупные купюры. Купюры разлетались по полу по всему помещению кассы. Красной кнопочки сигнализации, как в красивых зарубежных фильмах или, там, в Петровке 38, в этой кассе нет. В таких институтских кассах, как правило, страшнейшая мера защиты – это мешочек с несмываемой краской, который надо кидать в негодяя. Негодяи, обездолившие студентов, скрылись стремительно через задний ход. Первые милиционеры прибыли по вызову в 16.05. В 16.10 уже прибыла группа уголовного розыска из Верхесецкого РОВД. А еще через 10 минут группа УГРУ города. Обещали подвезти собачку, нюхать преступный след. Негодяи были без масок, ростом 180-185. Эксперты того утверждают, что для мужчины это высокий рост. Коротко три жены, студенческого возраста – 20-23 года. В короткой черной кожаной куртке, что один, что второй, и в черных кожаных перчатках. До свершения разбойного нападения негодяи курили на лестнице, выжидали. Они стояли, курили. Я решила, что это студенты, это их делают ежедневно, я их гоняю каждый день. Видела их и косирша. Составляется фоторобот. Выловят.